Друзья, приветствую всех в офисе. Как видно, как слышно. Дайте обратную связь. Всем привет. Ну, отлично. Ну, друзья, сегодня у нас очень тут обсуждается, что некая Ольга дала, что сегодня вебинара не будет. Ну, как вы понимаете, вчера Вячеслав Квальетт, наоборот, разослал всем заранее уведомление о том, что сегодня вебинар будет именно за сутки. И мы как раз анонсировали на прошлой неделе с Алексеем, когда были в Швейцарии, к сожалению, не смогли провести вебинар о том, что сегодня, 20 декабря, среда, будет итоговый вебинар. Для нас это очень важное событие. Нам много что есть подвести итоги за этот год и наметить пути на будущее на следующий год, потому что проект развивается не просто очень большой, а он выходит на качественный новый уровень. Поэтому сегодня, среда, 29 декабря, 13 часов по московскому времени. Мы, как всегда, с Алексеем Сукладовым ведем наш технико-экономический вебинар в Skyway с последними новостями и последними важными значениями в развитии проекта Skyway. Я сегодня нахожусь в офисе Skyway Capital в Москве. К сожалению, из своего рабочего обычного офиса я не смог сегодня проводить технические проблемы. Опять же, друзья, как и все, что сегодня происходит, казалось бы, случайное совпадение. У меня три дня назад врубил интернет, оптиковолокно выделенное, и не могу третий день наладить интернет. Но я могу сказать, что здесь в офисе Skyway Capital очень хорошие условия, очень хороший интернет, и поэтому сегодня мы будем вести... Алексей, как всегда, из своего рабочего кабинета в Челябинске. Сегодня, друзья, тот редкий случай, когда мы с Алексеем ведем, опять же, из своих обычных мест. Потому что темпы сегодня развития проекта и, соответственно, нас как прямых участников перемещения становятся очень и очень активными. И на следующий год мы тоже, друзья, будем смотреть, как нам сделать оптимальное вещание. Конечно, вебинары по средам мы эту традицию оставим, особенно на 13 часов. Мы усилим работу, связанную с нашим боевым листком, то есть где будут все тезисы вебинара и, соответственно, все ссылки на фотографии, на ролики, на материалы, которые использовались в том или ином вебинаре. Все это будет развиваться и это будет переводиться там вот для начала сейчас на 10 или 11 языков со временем будем расширять. Ну, давайте, друзья, обо всем по порядку. Значит, перископ, друзья, по непонятным причинам, я это уже говорил еще две недели назад и сейчас у меня почему-то блокировался перископ и не могу ни под какими, его опять реанимировать, поэтому со следующего года, если не удастся ничего сделать или договориться с перископом, чтобы восстановили этот аккаунт, то придется заводить перископ. Вот, и, соответственно, все это будет выкладываться уже в Фейсбуке, будем ввести еще все это в Фейсбуке. С точки зрения очень много заданных вопросов, друзья, у нас на прошлой неделе блокировали канал YouTube Skyway Capital, значит, сейчас мы ведем переписку с руководством, пытаемся те претензии, которые сказываются к Skyway Capital, все их аргументировать и показать, что не соответствует действительности, но, друзья, сказать точно это просто совпадение, что это буквально в тот же день произошло, что и событие, происшествие в экотехнопарке, или это просто цепь случайных совпадений, или это специально направленная работа, друзья, сейчас сказать очень и очень трудно и, наверное, не место для того, чтобы на эту тему рассуждать. Мы предпринимаем все шаги, то есть запущен параллельный канал, мы перешли еще на ряд ресурсов, поэтому следите, смотрите, без информации тот, кто хочет, сегодня не останется. Ну а тот, кто не хочет или не может получать информацию, друзья, для них, что есть каналы YouTube, которые сейчас блокировали, что нет канала, что идут вебинары, что не идут вебинары, абсолютно все равно. Так, тут я смотрю вопросов много, как здоровье тракториста. Здоровье тракториста вы, наверное, видели уже из репортажа, который и генеральный директор струнных технологий Надежда Косарева говорила, и Анатолий Дуарчевницкий, вчера вернувшись из очередного вояжа по Ближнему Востоку, соответственно, дал интервью и репортаж о том, что все-все в пределах нормы, не сказать, что все идеально с точки зрения здоровья. То есть, тракторист идет на поправку, вот, поэтому первое такое серьезное техническое происшествие, которое прошло на экотехнопарке, оно, ну, будем считать, что для нас является важным уроком, и слава Богу, что все живы. Конечно, с точки зрения анализа, тут горячие головы начинают говорить, что это чуть ли не террористический акт, и это специальная диверсия на экотехнопарке. Здесь, друзья, идет расследование, и расследование со стороны правоохранительных органов, и внутреннее расследование в Скайвее, поэтому я не беру сейчас утверждать или делать каких-либо предположений, но маловероятно, чтобы это был специально осознанный акт, именно направленный на то, чтобы, скажем так, блокировать или на систему работы в экотехнопарке. То, что произошло, друзья, конечно, это очень и очень серьезный и очень, скажем так, печальный инцидент, потому что столкновение, любое техническое столкновение при испытаниях, это, как минимум, нетработка или нарушение тех организационных моментов, которые идут на экотехнопарке. Но, с другой стороны, друзья, это и очень важный момент развития любой технологии, потому что здесь можно проводить аналогии и с неудачными стартами первых ракет Королева. И уж не говорю о том, что там несчастных и жутких трагедий, которые произошли при запуске и демонстрации технологии Transrapin у Сименса, когда на единственной трассе шел единственный подвижной состав, и единственная машина, которая находилась в технопарке Сименса, выехала на подвижной путь, и произошло столкновение с большим количеством человеческих жертв. Поэтому, друзья, от этого не застрахован никто, и компания, которая, Сименс, которая потратила на разработку технологий 6 миллиардов долларов, 6 миллиардов евро, естественно, такие же нелепые совпадения могут происходить. Поэтому, друзья, здесь очень, есть, конечно, технические нюансы, то есть нет системы безопасности, есть человеческий фактор, где просто не соблюдаются элементарные техники, техника безопасности. Поэтому, там, где присущен человеческий фактор и то, что связано с нарушением техники безопасности, эти сотрудники и экотехнопарка, и заустроенные технологии, они понесут соответствующее наказание, ну и, соответственно, будут сделаны все выводы, которые связаны с тем, чтобы этот процесс шел в дальнейшем без таких нюансов. С другой стороны, друзья, конечно, надо констатировать, я вчера с большим удовольствием тут мне присылают все выступления троллей или наших недоброжелателей. Поэтому, единственная реакция, ну, даже те, кто злорадно и с большим, скажем, таким наслаждением смаковали эту тему, что произошло, друзья, все, кто понимают, что технические испытания, техническая работа, она всегда сопряжена с определенным риском. И в данном случае это совпадение огромного количества факторов, которое привело к этому столкновению. Но дальше, если анализировать, вы слышали выступление генерального конструктора Анатолия Юницкого, он говорил, что как бы мы сегодня не относились к тому, что произошло, ряд выводов из этого надо сделать. Что многотонная машина, сделанная на базе Кировца, была практически разрушена, а Юнибус, казалось бы, такая легкая, как ее называют, картонная, совсем там игрушечная конструкция, она своим ходом вернулась на базу и сегодня находится в состоянии ремонта и буквально сразу после Нового года приступит к дальнейшим испытаниям. Поэтому это первое, друзья, серьезное, скажем, такое жизненное испытание, которое показывает о том, что эти машины очень надежные, что они, как говорят, там могут слететь и даже после столкновения, нелепого столкновения с наземным подвижным составом в состоянии продолжать дальнейшее движение. Поэтому это тоже ряд очень серьезной информации для того, чтобы анализировать, делать и дальше развивать технологию. Произошел ряд еще интересных, скажем, выводов, которые идут из этого. О инциденте в это время генеральный конструктор Анатолий Дорчевницкий вместе с Виктором Бабуриным делали переговоры в Арабских Эмиратах, то, естественно, что те, кто доводили эту информацию и начали раздувать из этого серьезные события, надеялись, что это как-то повлияет или как-то отрицательно скажется на ходе переговоров. Но, друзья, реакция была абсолютно другая, то есть наши партнеры определили, что это жизненная ситуация, что при технических испытаниях могут произойти разные нюансы и как раз наоборот это показывает, что технология, во-первых, реальная, что она существует и что она может проходить даже через такие испытания. Поэтому, друзья, уже как из нашей общей, в каком состоянии пути после аварии, друзья, в пути в абсолютном рабочем состоянии ничего не произошло, поврежден только Юнибус именно с точки зрения того, что было сильное столкновение с наземной машиной. Поэтому, друзья, выводы все сделаны, партнеры на это реагируют нормально и будем считать, что это такое первое боевое крещение при испытании. Будем надеяться, что такие инциденты в будущем будут технически исключены и мы дальше будем двигаться уже как более-более гладко. Но, друзья, опять же, ничего исключать или предполагать или, скажем так, заранее закладывать нельзя. Поэтому, как и у любой технологии, которая развивается, есть звездный час, когда идет демонстрация и получается, и скорости, которые рассчитываются, и все подтверждается практикой теории расчетов. Но есть, друзья, к сожалению, и такие моменты, которые... Но, друзья, опять же, еще раз скажу, это наша повседневная работа, это деятельность конструкторского бюро, это деятельность испытательного полиона. И здесь, друзья, как и во всем новом могут случаться определенные нюансы. Но я и вчера разговаривал с Анатолида Ильичем Юницким сегодня перед вебинаром. Я могу сказать, что оптимизма и, соответственно, взгляды на будущее не занимать. Поэтому он из всего этого делает абсолютно правильные и абсолютно обновляющие выводы. Он заверяет, что в будущем такого не произойдет. И сегодня это произошло только из-за того, что вся система безопасности, которая стоит на Юнибусе, которая предотвращает имещение, она сегодня не функционировала, потому что не могло прийти в голову, что из-за ошибок технического персонала может произойти такое столкновение. В будущем, конечно, когда вся система безопасности включена и работает, тут многие уже говорили, там надо огораживать, ставить какие-то заборы там и так далее. Друзья, это можно, конечно, все это рассуждать, все это делать, но здесь система автоматики, когда она будет работать в штатном режиме, то, естественно, таких событий могут произойти просто теоретически не может. Сегодня это просто подтверждение того, что когда испытывают одни узлы, а другие отключены, могут происходить такие факторы. Поэтому, друзья, я думаю, что те, кто понимают, они сделали и правильные выводы и отнеслись к этому соответствующие, а те, кто не понимают и те, кто используют такой момент для того, чтобы сделать очередные нападки для технологий на зао-струнные технологии, лично инженера Юницкого, это всегда будет использовано и это, конечно, неприятный момент. Поэтому много задают вопросов, отдаст ли это какой-то отрицательный или негативный момент для зао-струнные технологии, для технологии. Я могу сказать, что, конечно, даст, друзья. Поэтому сейчас будет нашими недругами использовано для того, чтобы вынести все мозги и сделать по технике безопасности, как она сделана. То есть это будут определенные и проверки, и заключения, и штрафы, и еще такой комиссии будет использовано для того, чтобы показать несостоятельность технологии или то, что она небезопасна. Поэтому, друзья, конечно, отрицательный момент в этом есть. Поэтому, друзья, это и чрезвычайная ситуация, поэтому это и ЧБ, а не просто, мы можем сказать, ах, просто так что-то произошло. Но, друзья, это будут сделаны определенные выводы, и с точки зрения именно компании и КБ, и команды инженерной, это, скажем так, очень серьезный повод для того, чтобы, и веха для того, чтобы качественно улучшить все, что было. Поэтому из этого сделаны все самые правильные выводы, и с точки зрения технологии развития, это даст очень серьезный новый импульс. Хотя, к сожалению, друзья, и вот таким вот образом. Поэтому на этом можно подвести черту и сказать, что, друзья, как бы остальные сегодня не пытались разыграть эту ситуацию, с точки зрения нашего развития, это, конечно, очень... Друзья, хорошая, плохая, это глупо говорить, что пострадали люди, и нам от этого стало лучше. Нет, конечно, друзья, но то, что это серьезный скачок именно с точки зрения безопасности и оптимизации работы и в экотехнопарке, и в дальнейшей эксплуатации, друзья, это непременно, непременно. Вот. И дальше могу сказать, что команда, которая сегодня занимается восстановлением Юнибуса, она будет работать практически все праздники без выходных и практически в круглосуточном режиме, и Юнибус на испытания, дальнейшие испытания выйдет в самое-самое ближайшее время. Поэтому, друзья, давайте на этом эту тему подведем, а перейдем, очень много задают вопросов, особенно вот умники, то есть я говорю, в интернете много смотрю сейчас троллей, и следующий вопрос, это событие ведет бесконечно длинный срок, теперь по сертификации, о том, что теперь сертификацию никогда мы не пройдем, что все будет заблокировано и так далее, и так далее. Как вы понимаете, друзья, мы всегда с Алексеем даем наше личное мнение, нашу информацию, это не официальная информация Skyway именно с точки зрения головной компании, мы являемся частью команды, которая работает по продвижению технологий по привлечению инвесторов, заказчиков, вот, поэтому всю официальную информацию вы узнаете именно из официальных источников, но сразу могу сказать лично от себя, что, друзья, те, кто сегодня говорит, что это повлияет на сроки сертификации, я могу сказать, друзья, вы очень сильно заблуждаетесь, очень сильно заблуждаетесь, и я могу сказать, что пройдет буквально нескольких дней, и вы увидите очень интересные новости, связанные с сертификациями, с безопасностью и так далее, и так далее, со всеми необходимыми документами. Поэтому, друзья, когда вы увидите это, то можете мне поверить, что все, кто надеялся, что это повлияет или сдвинет сроки, я могу сказать, что вы очень глубоко заблуждаетесь, очень глубоко заблуждаетесь, и буквально не пройдет нескольких дней, когда вы все это увидите, и вопросы по сертификации, по тому, как движутся, просто больше не будут задаваться. Я сразу могу сказать, выкиньте эти из головы, не мучайте больше нас глупыми вопросами. Теперь, что касается, друзья, конечно, последних, как мы говорили, что два вебинара назад, которые мы пропустили с Алексеем именно по объективным причинам, что мы участвовали в переговорах, я это скажу потом, Алексей, в Швейцарии, именно по уже юридическому оформлению направления, связанное с запуском криптоплатформы и с адресными проектами, в это время мы все с нетерпением ждали, и мы постоянно были в связи, в переписке и с Виктором Бабуриным, и с Анатолием Доваровичем Юницким, они провели очень важные, я могу сказать, друзья, основополагающие переговоры в арабиратах, и сейчас я могу четко сказать, что мы перешли в новый этап развития проекта Skyway. Опять же, все, что связано с конкретными проектами, договоренностями, бизнес-планами, это будет озвучено только официальным источником и только, друзья, в том объеме, в котором можно сейчас доводить, потому что все, что сейчас делается, это уже бизнес-процессы, это уже запуск конкретных адресных проектов, это уже участие конкретных финансовых и партнеров, и фондов, и компаний, поэтому очень много информации сейчас раскрывать нельзя. И здесь я могу сказать, что буквально начиная с первых же дней 2018 года, мы с вами увидим многие события, и мы буквально в первых числах января, может быть, там, 10-15-х, у нас будут очень большие переговоры уже, и у Анатолия Эдуардовича по запуску непосредственно проектов, связанные уже с скоростной дорогой. Мы с Алексеем ведем переговоры и будем участвовать уже в работе, все, что связано уже с платформой, запуском и использованием технологий блокчейн в обслуживании Skyway. Это как раз выходит все на новый день, и мы буквально с самого первого дня нового года с вами не останемся без новостей. Не то, что без новостей, а без дальнейшего развития. Поэтому, друзья, сейчас, так как у нас 20 декабря, в этом году это крайний вебинар, больше мы с Алексеем уже в эфир ходить не будем, потому что в конце этой недели и он, и я мы разъезжаемся уже и по работе, по адресным проектам, ну и потом надо все-таки, друзья, в конце года чуть-чуть отдохнуть, потому что с тем темпом, который мы взяли, и к тому мы сейчас подошли, конечно, устали все очень сильно. Устал с такой нагрузкой, то, что он сейчас делает с теми перелетами, с теми ответственными переговорами, которые ведет, и, как вы понимаете, с теми событиями, которые параллельно происходят в Экотехнопарке, конечно, друзья, это не добавляет ни радости, ни здоровья, ни устойчивости в развитии проекта. Поэтому пожелаем ему еще раз все перед Новым годом, перед Рождеством здоровья, удачи и, соответственно, сил в работе, потому что то, что он сейчас делает, для нас всех это крайне важно. И сейчас он берет небольшую пауну буквально там на неделю, чтобы хоть чуть-чуть вздохнуть и побыть с семьей, и, как я уже говорил, в начале следующего года опять дальнейшую работу. Поэтому сейчас, друзья, как итоговый вебинар, я, наверное, сейчас несколько минут остановлюсь на тех событиях, что мы, друзья, с вами прошли за этот год, что мы сделали и на пороге чего мы стоим. Это обязательно надо понимать, это обязательно надо к этому очень значимо относиться, потому что это то, что мы с вами делаем, друзья. Это тот отчет, который мы, как команда, которая сегодня вас привлекает, вас зовет, вам показывает перспективу проекта «Делает», а, соответственно, с точки зрения менеджмента, директорского состава и капитала, и главной компании, и консуторов, которые сегодня под руководством генерального конструктора сегодня реализуют технические задачи, это отчет работы. И тут, конечно, друзья, можно сказать, что основное событие, которое произошло у нас в этом году, а это каждый год будет очень значимое событие, это, конечно, экофестиваль, который мы провели с вами 1 июля 2017 года, и это стало вехой в новом развитии, именно и демонстрацией того, куда движется SkyWay, и демонстрацией того, что технология существует, и для того, чтобы двигаться дальше. И здесь как раз у нас сегодня рождается абсолютно новая логия, ее первый применил Алексей Сухобоев. Я, конечно, сначала к этому подходил несколько, не то что настороженно, друзья, но он как молодой, как более такой горячий, стал применять такую тактику, но, друзья, по мере того, как я действительно стал смотреть, как к этому относиться, это оказалось единственным правильным. Когда он в зале, при тех, кто приходит в аудиторию, или тех, кто знает про технологию, или тех, кто только подключается, он показывает ролики и испытательные экотехнопарка, показывает машины, которые создают производство, соответственно, эксперты, которые сегодня постоянно делегациями бывают в экотехнопарке. Потом рассказывает в трех словах, что за технологии. Следующий вопрос, друзья, кто после этого сомневается в том, что технология существует, то, что сегодня это не какая-то иллюзия, или попытка выдать желаемое за действительное, то можете вставать и уходить. Нам с вами говорить сегодня не о чем. Потому что если люди видят и говорят, а я все равно не верю, ну, это граничит на уровне идиотства. Поэтому если человек, ты себя считаешь идиотом, то не в этой аудитории. Мы можем поговорить, поспорить, но в другом месте. Сейчас собираемся для того, чтобы обсуждать перспективы развития. Потому что сейчас, в основном, все наши конференции, все наши встречи идут на перспективу. Мы, друзья, подвели итог 1 июля 2017 года. Мы показали, что за практически 4 года сообщество Skyway создало работающую систему, которая позволяет аккумулировать инвесторов и инвестиций, направлять их в производство, соответственно создавать новые экспериментальные машины, которые делают технологии. Если вы в этом сомневаетесь, идите сомневайтесь дальше. Мы с вами сегодня не будем разговаривать. У нас есть с кем разговаривать. А дальше у нас начинается следующий момент, что мы приступили к формированию сети адресных проектов. Мы ведем переговоры сегодня в десятках, сотнях уголков всего мира, друзья. И здесь действительно можно сказать, что это весь мир. Потому что Виктор Бабурин, Анатолий Дуарыч Юницкий, Алексей Сухотоев, Арманд, Мила, то есть это люди, которые работают в Skyway Capital сегодня, они действительно не вылазят из самолетов, они постоянно проводят встречи. И тот, кто следит, вы видите, что постоянно у нас идут конференции. И давайте, друзья, сейчас перечислять буквально те регионы, где только в последнее время мы провели встречи, презентации, запустили управляющие компании там, где сегодня переговоры. Это, друзья, ну, наверное, сейчас можно на это потратить время. Это Индия, где сегодня уже управляющие компании, и где уже ведутся работы по адресным проектам. Это Индонезия, где уже приступили к реализации первых проектов. Это Австралия с нашим очень близким и хорошим другом, товарищем, союзником, родом Хуком. Вы видели буквально недавно Юницкий летал. Это Филиппины, это Сингапур сегодня, в котором активная работа. Сейчас активно начинается работа во Вьетнаме. Не прекращалась работа в Монголии. Мы с Франтишиком Соларом летали в Уругвай, и там сейчас уже участвуем в тендерах конкретных по развитию проектов. Сейчас готовится поездка Аргентина, Боливия. Наши директора Инет Джани и Володя Маслов буквально перед выставкой России, транспорт России, вернулись из Бразилии. Сейчас готовится серьезная поездка опять же в Аргентину. Этот процесс идет постоянно, друзья, и вы все это видите, мы ничего не скрываем. Вы постоянно в этом участвуете. Мы с Алексеем буквально в эти выходные вернулись только из Швейцарии. Интереснейший проект. Мы проговорили с Кантоном, я просто слова плохо произносить, Алексей напишет, потому что трудно, там 72 Кантона. Соответственно, мы встретились и с руководством Кантона. Чтобы было понятно, в этом Кантоне живет 150 человек, это интереснейшее место. И опять же, с точки зрения адресного проекта, именно запуска первого адресного проекта. То есть вот как раз Алексей ставит красивейшие места. Это Швейцария, это граница с Италией, там все 40 или 50 километров до Милана. И все руководство Кантона, когда услышали о технологии, о презентации, просто такой, знаете, вывод интересный, что, друзья, мы теперь перестаем спать, потому что мы видим, что только вы можете дать новое дыхание, новое развитие нашей территории. И здесь очень интересный контакт, очень такие простые, очень доброжелательные, очень интересные люди. То есть мы нашли очень большое количество друзей, соратников, и мы реально уже прям ногами проходили там, где будут планироваться, проектироваться трассы, там, где будет проектироваться новое развитие именно направления легкой трассы прогулочной. Швейцарии, там, с тем, чтобы дальше соединяться, уже выходить на границу с Италией. То есть, друзья, интереснейший проект, интереснейшее направление. И я могу сказать, что мы приехали туда в нужное время и в нужное место. И это дальше будет развиваться. Опять же, я не могу сказать, что мы в мае этого года уже начнем строительство, но сейчас идет уже вопрос по землеотводу, идет вопрос по юридическому оформлению, идет вопрос по конкретному проекту, как он будет складываться, естественно, поэтапно. И это, друзья, просто очень интересно и очень важно. Мы будем дальше продолжать эту работу, это начало большого-большого пути. И так как мы параллельно это совмещали с Алексеем именно и по уже юридическому оформлению всего, что связано с запуском именно крипто-направления блокчейном, это связано уже с нашими швейцарскими партнерами, которые занимаются юридическим оформлением, всей схемой, которая увязывает и обеспечивает именно юридическую чистоту на мировом, самом высоком уровне. То есть вся эта работа как раз, друзья, ведется и результаты, я думаю, что прям в первый месяц Нового года мы с вами все это увидим и вам все расскажем, как это дальше движется. Поэтому, друзья, сейчас по адресным проектам, вы помните обращение инженера Юницкого в начале года, что мы подойдем к концу 2017 года как минимум с 10 адресными проектами. Я тогда говорил, что, Антон Гвардович, конечно, вы сильно занижаете эту планку. Сегодня можно точно говорить, что как минимум три десятка проектов, которые сегодня стоят в проработке. Естественно, они не все, друзья, пойдут одновременно в строительство, и реализацию этого невозможно сделать. Для этого просто не хватит ни физических, ни финансовых средств. Поэтому, естественно, что сейчас все сосредотачивается на пяти-десяти, будет крутиться вокруг, наверное, первых проектов, на которые будет сосредоточено все внимание в первом полугодии 2018 года, для того, чтобы они уже стартовали и именно начали развиваться в логике единого процесса, единой сети, которую мы сегодня называем Transnet. И, естественно, что мы сейчас, как с Алексеем, как те, кто находится в такой инициативной группе, понимая о том, что сегодня подошло новое время. И сегодня, друзья, я не знаю, наверное, только, опять же, мое любимое слово «идиот» может сказать, что блокчейн или то, что связано с криптовалютой, это не перспективно, неинтересно, что эти пузыри никому не нужны. Все, что сегодня происходит в криптомире, как бы, друзья, к этому кто не относился, он показывает, о том, что крипторынок, то есть рынок инвестиций начинался с чуть больше 20 миллиардов долларов в начале 2017 года, сегодня он подошел уже вплотную к триллиону, то есть где-то около 600 с чем-то миллиардов долларов. Это говорит о том, что это самый быстро растущий рынок, у которого свои законы, и то, что мы сегодня, используя технологию блокчейн, то есть новую систему программирования расчетов и защиты информации, которые сегодня идут и будем использовать и накладываем на развитие сети Transnet с использованием технологии Skyway, это веление времени. Если кто-то будет отговаривать и говорить, глупое направление, это не надо делать, друзья, просто не будем слушать и просто не обращаем на это внимание. Поэтому мы сегодня, друзья, стоим на пороге 2018 года, который идет к формированию сети адресных проектов, сети Transnet, а дальше то, что это накладывается на новую систему уже и финансовых расчетов, и информационного обмена, все, что несет за собой блокчейн, мы приступаем к формированию Transnet Space. И то, что дальше это самое интересное направление и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения развития технологий, друзья, я думаю, что те, кто с нами, сначала вы это видите, у вас нет сомнений, тот, кто только подключается, им еще предстоит это узнать и увидеть. И поэтому я могу сказать, что 2018 год, друзья, это просто колоссальные перспективы, которые перед нами стоят. Я об этом говорю, друзья, с нескольким таким двойным, двойным чувством, не потому, что меня это радует или не радует, друзья, до Экофеста, который будет 7 июля 2018 года, осталось 198 дней. Через 198 дней мы опять с вами соберемся в Марьиной горке, мы будем свидетелями опять новых технологических решений, о которых еще никто не слышал и даже не догадывал. Это будет опять праздник именно 2018 года, если говорить о событиях. И мы с вами будем дальше двигаться и строить новую систему, которая называется Transnet Space с использованием технологии именно Skyway и именно новоинформационного обмена. И, конечно, основным событием, друзья, 2018 года будет даже не Экофест, хотя это для нас очень важно. В сентябре 2018 года будет инотранс в Берлине, это раз в два года, инновационная выставка, где Skyway, друзья, я вам могу просто однозначно сказать, станет просто героем этой выставки, потому что то, что покажет именно конструкторское бюро инженера Юницкого, это будет абсолютно принципиальное новое того, что сегодня создают все инженерные школы в мире. То, что это будет, друзья, вы все это увидите, мы все с вами в этом участвуем, и мы все с вами делаем для этого большое-большое дело. Ну вот, друзья, так, я не слежу за чатом, если там кто-то из нас, я сегодня не включал специально, друзья, борьбу с ролями, поэтому пускай сегодня и тролли перед Новым годом по, так сказать, поразвлекаются, попишут, поэтому здесь сегодня мы троллей уже не то, что не боимся, мы с ними общаемся. У нас уже есть случаи, когда тролли приходят из наших врагов, наших инвесторов, а уже есть случаи, друзья, когда люди, которые были просто яростными противниками Скайвея, сегодня становятся такими же фанатичными, такими же преданными и такими же активными ее последователями. Не буду называть имена и фамилии, друзья, но я обязательно на следующий год вам попрошу выступить человека, который был сначала просто яростнейшим противником, просто откровенным противником, и лично Юницкого, и лично меня, и всего Скайвея, а сегодня я просто на него смотрю и душа радуется из-за того, что такие люди помогают и приходят в Скайвея. Это тоже, друзья, результат нашей работы. Перелом в сознании происходит не просто так, перелом в сознании людей происходит нашими усилиями, нашей демонстрацией, нашей преданностью проекта, нашей работоспособностью. Когда я говорил, друзья, что у меня двоякое чувство на 2018 год, это о том, что меня просто радуют перспективы, я просто вижу те горизонты, которые открываются, но, друзья, я могу сказать, что дай бог, чтобы лично у меня, у Алексея, у Виктора Бабурина, у Евгения Кудряшова, у всех, у кого сейчас, конечно, в первую очередь у инженера Юницкого хватило сил для того, чтобы это реализовывать, потому что, друзья, это требует полной самооттачи. Мы сегодня уже однозначно могу сказать, когда мне говорят по итогам, что мы что-то делаем медленнее, друзья, подводя итог года, больше и быстрее сделать невозможно. Все, что мы с вами сделали, друзья, и лично Юницкий, и конструктор, и вся команда Skyway Capital, больше сделать практически было невозможно. Поэтому мы с вами подошли с тем, с чем подошли, у нас колоссальнейшие перспективы на 2018 год. Я, друзья, даже не касаюсь тех внешних факторов, когда говорят, кризис, все, друзья, год будет очень тяжелый. С точки зрения 2018 года мировой экономики, экономики России, экономики наших ближайших партнеров и соседей, будет очень тяжелый, но мы на все это будем смотреть и идти через призму Skyway, через призму Snet. Поэтому у нас, друзья, я могу сказать, никогда не будет безработицы, потому что у нас огромное количество работы, у нас никогда не будет отсутствия перспектив, потому что то, что мы делаем сегодня, крайне востребовано, и у нас никогда не будет, друзья, на то, что нам стыдно за то, что мы делаем. То, что мы делаем, друзья, это востребовано каждым человеком, который живет в любой точке мира, каждой семьей, каждым городом, каждой страной и, можно сказать, даже континентом. Поэтому, друзья, давайте я передаю сейчас слово Алексею, он тоже, к сожалению, там устал, и у нас нагрузка сегодня просто колоссальная, поэтому то, что сегодня он делает, и за то направление, которое он отвечает, я как раз могу сказать, что кроме него, наверное, то, что сделано, и то, что мы сегодня имеем право разговаривать уже с партнерами на очень высоком уровне, это благодаря именно Алексею, той группе, команде, которую он создал, и которую мы сегодня активно-активно поддерживаем. Поэтому, друзья, конечно... Благодарю, Сергей Анатольевич, приветствую, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, Сергей Анатольевич, вы подвисли. Замечательно. Так, Алексей, у меня тут что-то перебой с компьютером, так что считай, что я тебе слово передал. Хорошо, благодарю. Ну, друзья, в начале несколько слов, так как мы все-таки не говорили о таких событиях, как транспорт России, то есть не то, что эмоции, а факты. И действительно, что необходимо отметить, уже переходя к крипто-направлению, и переговорам, которые прошли в Швейцарии. В начале я хотел бы сказать, что действительно, как бы, эта выставка, она была таким вот рядовым отчетом. Отчетом, как нашей технологии, потому что вы помните, что, в принципе, такого огромного желания участвовать на выставке, его не было. Лично у Анатолия Эдуардовича, потому что есть чем заниматься абсолютно всем. Есть чем заниматься в момент уже финализирования сертификации. И сейчас проходит уже финальная, как мы говорили, бумажная работа. Я думаю, что вот тот инцидент, о котором все сейчас говорят, никак не повлияет, потому что высшим критерием оценки было то, что наши восточные коллеги, партнеры Арабских Эмиратов, они сказали, что нет, это случается, это технология. И, друзья, это не тот случай, допустим, как у Илона Маска, просто загорелось днище. Это совершенно уникальное, редкое событие, которое могло произойти на экотехнопарке. И в сравнении с Симонсом и с инцидентом Тесла это никак вообще не идет ни в сравнение, ну, лично на мой взгляд. Потому что там действительно не то, что нарушение техники безопасности, вот что касается Тесла, инцидента, ну, кто помнит, может найти видео, посмотрите в Ютубе, просто наберите, что Тесла горит, Тесла фаер, там что-нибудь такое. Вот это вот действительно опасность и угроза для жизни, друзья. И когда у меня тоже лично было такое мнение, ощущение, что действительно Маск сделал какое-то такое прогрессивное создание технологическое, которое абсолютно безопасное, и оно отстает по развитию от того, что мы создаем, но все-таки это такой некий переходный безопасный этап, когда прошло вот это вот событие, загорелось днище, там воспламенился аккумулятор. Это действительно как бы опасность для жизни человека, для пользователя этого транспорта. И, друзья, мы это ощутили. Мы все, что говорим, не просто так говорим. Мы проехались на Тесле в Швейцарии, в Альпах, вот именно в Кантоне. Сложное название тоже потом к нам присоединиться. Уже в следующем году, я думаю, Юрос. То есть это такой отличный вообще профессионал своего дела, дипломат растущий. И тот человек, который в принципе осуществляет коммуникацию по швейцарским адресным проектам потенциальным, как и в строительстве Skyway, так и непосредственно на оцифровку уже на нашей блокчейн-платформе. То есть вы не раз, я думаю, увидите в следующем году Юроса и многих других людей на вебинарах. То есть мы введем вводные снова как по истории Skyway, потому что не стоит забывать, с чего все начиналось. Потому что многие даже не помнят, с чего все начиналось действительно. И мы вот с Сергеем Тойщем пришли к выводу, что технологические уклады, всю эту экономическую составляющую, макроэкономический прогноз, который Сергеем Тойщем делал еще в далеких 2000-х годах, об этом вообще никто не знает из многих переходящих. Но это очень важно. И вот такую структурированную начальную информацию мы снова начнем подавать уже на новом профессиональном уровне в наступающем 2018 году. И, собственно, это будет уже совершенно новая выдержка. И, друзья, естественно, как бы вот на этом фоне, что я вам рассказал про Теслу, что загорелось днище действительно от воспламнения аккумулятора. Это ни в коей мере не в сравнении идет, допустим, с маркетинговой войной Apple и Samsung, когда распиарили, раскрутили. И Сергей Анатольевич, любитель нотов, хотел уже брать новую модель, но новую модель просто сняли с производства. Но, друзья, там-то как раз-таки ничего не воспламенялось. Это маркетинговая война. И сейчас действительно как бы произошло то, что необходимо улучшить с точки зрения человеческого фактора. Блокчейн направлений, это также учтено, и мы об этом будем рассказывать. То есть есть определенные понятия репутационных, квалификационных токенов, которые будут получать и рабочие и так далее. То есть это, естественно, все закладывается в концепцию, но будем согласовывать уже непосредственно при запуске. И вот на этом фоне, друзья, сравните действительно тот транспорт, который у нас выстоял, выдержал под натиском Кировца. То есть это такая достаточно серьезная машина, которая протаранит забор, и там забор просто снесет. Я не удивился бы, если бы от струнного интеллектуального ограждения, если бы Кировец въехал. Кстати, интересно было бы наблюдать, чтобы, допустим, он въехал не именно в путевую структуру, в том случае, который произошел. Ни в коем случае это чтобы не произошло далее, чтобы струнное интеллектуальное ограждение, как мы все декларировали, скорее всего, просто бы отбросило Кировец. И дай бог, чтобы никто просто не стоял на пути отброшенного Кировца. То есть вы видели репортаж. То есть в этом суть действительно инженерного ноу-хау и преднапряженной конструкции. Ничего с путевой структурой не произошло, друзья. Это меня лично, ну просто вот мы это рассказываем на вебинарах, мы это говорим, что, ну, друзья, Татьяна и другие, это, конечно, не БелАЗ там и так далее. То есть это не такая супер большая машина, но вот это погрузчик. То есть это такая именно самоходная машина, трактор, именно который имеет целью грузить, перевозить вещи. То есть, ну, мощная достаточно машина. Все-таки я могу сказать, что с обычным столбом, скорее всего, от столба, от обычного фонарного столба ничего не осталось бы, его погружило бы, он упал бы. Путевая структура так и выстояла. Юнибус, друзья, он покалеченный. Да, ему как бы был нанесен некий урон, но он теоретически вот тех пассажиров, которые в шкущем ДТП, то есть, к примеру, въезжает столб, машина, все, все всмятку, и пассажиры никак не могут выбраться из этой ситуации. Представьте, что наш действительно как бы робот транспортный, в первую очередь заботясь о безопасности, заложенный именно генеральным конструктором системы автоматизированного управления, он отъехал, он отъехал сам. То есть, ничего не нарушилось на самой системе автоматизированного управления. И, друзья, это ни в какое мнение и сравнение не идет с тем, что сейчас предлагает Министерство транспорта, что это действительно как бы переходный этап. Это переходный этап, как когда-то переходили от гужевого транспорта к паровому двигателю, затем уже двигатель внутреннего сгорания. То есть, естественно, это развитие технологии, это принятие технологии. Вначале ее как бы непринятие там и так далее. И Министерство транспорта у нас будет принимать именно законодательство по беспилотникам. По той ситуации, которая произошла в прошлом с Теслой и которая произошла сейчас с погрузчиком путевой структурой и Юнибусом, она говорит сама за себя, который транспорт действительно более безопасный. Ну, друзья, это вот такое вот мое личное мнение. У меня родилась аналогия именно с Теслой. Сразу, причем автоматически, у меня вот это всплыло в памяти. Если говорить про выставку, как обычно, друзья, это был полностью заполненный стенд. Как обычно, у нас довольно интересные были соседи. То есть это РЖД, там я встретил своего знакомого, который работает тоже в РЖД. Он поинтересовался, спросил, как развивается вообще направление. Ну, было показано просто на трехсекционный Юникар, что вот одна из текущих вех. То есть это не просто макет, это не просто картонная модель. Эта модель действительно как бы отправится на экотехнопарк, уже на производственные площадки, продолжение испытаний, также сертификацию. Внутри этого подвижного состава, что очень символично, было подписано соглашение с МИИТом, и произошла действительно академизация технологии Skyway. Анатолий Эдуардович выступил перед студентами. Кстати, нужно посмотреть, возможно, вирусный ролик появился в сети, потому что начали, как обычно, я присутствовал, помню, как перед Белорусской академией наук выступал Анатолий Эдуардович, и там были умники, которые начали выступать. То есть был определенный умник, который говорил, что вот там будет человека болтать, чуть ли не ударять об стенки, будет ускорение 9G и так далее. На что Анатолий Эдуардович так резко достаточно, он дипломатично ответил, вспомнил все, что было в прошлом, кто что не согласовывал, кто что действительно препятствовал развитию Skyway. Сейчас вот Анатолий Эдуардович выступает перед студентами и задал просто вопрос, после которого студенты достали телефон и начали снимать. То есть, возможно, надо это отыскать. Посмотрите, кстати, друзья, именно вот даты вот эти вот ближайшие, когда проходила выставка, потому что студенты действительно снимали, студент Смита. И он сказал, что как вас, вот этот человек, который противоречит науке, которая действительно сейчас действительно вступает в период не просто какой-то популяризации, а академизации, повторяемся, то есть в будущем появятся предметы Skyway, то есть тут задавали вопрос, а где выучиться Skyway, как поступить на специальность Skyway. Так вот, друзья, в старейшем университете, институте, именно связанном с транспортом, будет действительно вот так вот символично сразу введена уже дисциплина Skyway. И здесь вы видите, с руководством данного учебного заведения Анатолий Эдуардович, Виктор Бабурин, Сергей Анатольевич подписывают символично уже в трехсекционном Unicare. Далее, друзья, я могу сказать, что очень много переговоров было, для меня неожиданные переговоры были именно, что такие вот серьезные игроки по блокчейн подходили, один из ведущих банков тоже подходил, который интересуется направлением блокчейн. Мы никак не агитировали, что, в общем, мы там будем, что, ну, видимо, наблюдают, видимо, смотрят, потому что, ну, действительно, я не буду рассказывать по логике Виктора Бабурина, кто подходил, но подходили достаточно крутые игроки и сказали, что это им интересно. Естественно, я могу сказать, что на русском языке это объяснять вот то, что на русском мы переделываем на простой язык, Сергей Анатольевич переделывает на, понятно, экономический язык, по блокчейн направлению говорить намного проще, и на английском тренироваться и тренироваться, нет времени, собственно, сейчас вот как-то, ну, просто физически времени нет, конечно, будем это время изыскивать среди наших окон свободных, которых фактически не бывает, возможно, как бы на какие-то курсы стоит пойти, чтобы грамматику, там, предлоги. Друзья, я прекрасно это понимаю и прекрасно понимаю, что времени совершенствовать, как-то обучаться нет, то есть это уже в поле боя, на практике, потому что другого прохода нет. Естественно, будут переводчики на другие языки, то есть мы сейчас вот клич дали, тоже на днях будем смотреть, как именно контентное направление сайта уже сделали, сделал парень очень талантливый, ответственный, на первый взгляд, с Италии, то есть наша команда расширяется, мы уже верстаем сайт, в январе он появится, в декабре мы не будем даже стараться его запустить, потому что мы не хотим незаконченный продукт запускать. То есть сегодня, допустим, смотрим, кто может посмотреть в GitHub и так далее, смотрите это все открыто, смотрим итерацию по первому экрану, могу сказать, что первый экран вас сразу будет переносить в будущее. Если уточнить и сделать такую затравочку вовнутрь Unibike, то есть вы будете буквально смотреть изнутри Unibike. Сразу после транспорта России, друзья, мы переместились непосредственно уже на территорию Эко-технопарка, мы подписали, пропродлили соглашение именно как директора Skyway Capital на 2018 год, заложили те планы, которые действительно космические, колоссальные, но мы их, друзья, выполнили, никаких нет сомнений, и вообще сомнений нет, что Skyway достигнет своих целей, потому что no pasaran, другого выхода нет. Иначе проблемы будут у всего человечества, у всей планеты, у всей цивилизации, потому что техногенные катастрофы, они являются самым опасным, что может произойти после экономических кризисов непосредственно для человека. Мы проехались на Unibus, мы были, возможно, после индонезов и так далее, но опять же не было такой цели специально приехать, проехаться на Эко-технопарке, то есть все всегда должно совмещаться, и график поездок, он сейчас выстраивается действительно как бы в Цюрихе, вот допустим, мы встретились с блокчейн-партнерами нашими, потому что сразу потом мы уже отправлялись в Альпы, то есть мы комбинируем. И действительно сейчас это происходит фактически во всех направлениях Skyway, как в производстве, так и в дипломатии, все происходит параллельно и многократно. Это действительно, друзья, очень сильно радует. Ну, Unibus, я могу сказать, свои ощущения, супер мягко, супер тихо едет, и ни в коем сравнении не ведет с существующими трамваями метро, я уж не говорю про фуникулеры, то есть это действительно транспорт будущего, который появился уже в настоящем. И есть заказчики, есть рынок, соответственно, рождаются адресные проекты. В Швейцарии, в Цюрихе мы пробыли два дня, то есть был дан клич, и мы введем, наверное, такую практику, что одного-двух партнеров, кто откликнется, будет такой шанс именно пообщаться, вживую расспросить, то есть мы посидели в ресторанчике с Юрием, замечательный человек, который занимается именно физической культурой, преподает в Швейцарии, возможно, Юрий или кто-то другой в Швейцарии, в том числе, могут выступить и на переговорах, и переводчиками, но блокчейн-специфика, она достаточно, действительно, как бы, очень особенная. Вы видите, вот потенциальные наши партнеры, потенциальные, подчеркиваю, потому что блокхаус это одна из тех площадок, которая будет заниматься, возможно, теоретически, я всегда буду эти слова повторять, до момента совершения факта пиаром, маркетингом, и сейчас мы ведем с рядом достаточно крупных игроков на территории России, с Украины, также коллеги, также я видел, свое размещение запускают, то есть, в скайпе мы общались, тоже там с Украины специалисты, то есть, примерно 7 команд, которые будут заниматься пиаром и маркетингом, мы сейчас рассматриваем, и нет такой ситуации, что нам не из чего выбирать. То, что было снято на перископ, друзья, это не то, что презентация, это действительно тет-а-тет, ответы на вопросы, которые задавали партнеры с блокхауза, с Дианой, с нашей, именно, юридической составляющей, нашего партнера иностранного, единственный, как бы, минус, который я могу отметить, это то, что, возможно, Диана не знает русского, но знает Аарон, русский, который является блокхаузом, именно SEO, одним из действующих, то есть, очень такая интересная была ситуация, когда мы узнали, что он знает русский язык, то есть, это тоже такое совпадение, таких совпадений очень много, которые приводят, действительно, к правильным сотрудничествам, и тоже такой вот показатель, что часто при таких вот переговорах не хотят фотографироваться, там и так далее, ну, просто, как обычно, спросили, что для истории, для отчетности, Диана может сфотографироваться, может сфотографироваться, но вполне понятно, что если бы мой, как кто-то говорил там, топорный язык, английский, ну, друзья, как говорится, вот в боевых условиях уже совершенствуем, но по сравнению с тем, что было, допустим, до Skyway, подзабытый такой английский, сейчас он, я считаю, стал получше, но будем совершенствовать, друзья, потому что, когда мы искали евангелиста блокчейна, решили, что искать его не нужно, потому что взращивать, объяснять, лучше начать становиться евангелистами самим, и действительно, Transnet Space, мы в некотором роде евангелисты, Диана абсолютно погружена, и, не побоюсь этого слова, восхищена перспективами проекта, законодательство Швейцарии, и вообще, в мировой криптоиндустрии меняется быстрыми очень темпами, примерно такими же быстрыми темпами, когда можно X10 получить по капитализации, причем не у биткоина, а у альтернативных токенов, то есть у новых альткоинов, среди которых будет и наш токен, в том числе, друзья, какую капитализацию получит наш токен, это покажет время, но будем стараться работать уже в 2018 году, и такой показатель, если действительно, вот как бы мы с Дианой, наверное, 5 скайп-переговоров, проводили и пообщались, и рассказывали, и встретились, и уже были готовы оплачивать некоторые услуги, с нас не взяли по какой-то причине денег, потому что сказали, что вот уже заполняем конкретно опросники, и там уже по факту, то есть обычно, я могу сказать, процесс, знаем наверняка, как происходит процесс, мы идем совершенно по другому пути, и это показывает тем, что мы в какой-то мере действительно интересны, интересны, друзья, в плане именно концепции блокчейн-платформы, которая основывается только сейчас на прорывной инженерной технологии Skyway, и так как это вообще увеличение мирового ВВП, соответственно, действительно, как бы на триллион капитализации криптоэкономика, нет никаких сомнений, что перейдет в следующем году рано или поздно, а вот 10 триллионов, а вот 20 триллионов, друзья, это вопрос, тут уже должна быть синхронизация реальной и цифровой экономики. Я могу сказать, что Дэниел, то есть именно вот СТО, не СТО, а СОО, операционный менеджер, операционный директор задавал вопросы, то есть нет таких вопросов, на которые я непосредственно не могу ответить и на том уровне английского, на котором могу отвечать, я ответил, он остался доволен и я еще раз повторил ему, что друзья, вот тут как бы блокхаус это один из партнеров, которых мы рассматриваем на маркетинге пиар, потому что те события, которые будут формировать, вот посмотрите, к примеру, на эту картинку, это когда будет появляться в твиттере перед размещением и когда будет объяснено, какие вообще здесь происходят переговоры и действительно будет привязка к инженерной технологии, привязка к формированию адресных проектов, объяснение экономики токена этого адресного проекта и что это все происходит в Швейцарии, что это все происходит в кантоне и что это все происходит в логике мелкого кантона, то есть мы не можем сейчас прийти в Крушавель допустим и внедрить адресный проект, друзья, это фактически невозможно, наверное, потому что там все поделено, там все устроено, а здесь, когда мы бродим по прекрасной деревне, которая состоит из 150 домов, когда мы поселились в гостинице котлет, но представьте, насколько будет большое желание, когда трасса Skyway будет проложена по логистике, как ехать сейчас, вот мы до туда ехали сначала на поезде, потом на автобусе, то есть сумасшедшая логистика, каждый день в этой поездке, если не полдня, мы куда-то перемещались, а это время можно тратить действительно на свою жизнь, на себя, перемещаясь в юнибайке, пересаживаясь, если надо, в юнибус, и когда мы показывали концепт, друзья, кто-то это посчитает сказками, но мэрии, но руководству коммуны, мы говорили, да, действительно, в юнибусе теоретически можно сделать сауну, теоретически можно расширить секции, и это будет подвижной отель, челюсть просто отваливалась, и, друзья, это не подделать, когда выйдет видеоблог, непосредственно мой, и мы это уже, наверное, в следующем году на монтаж отдадим в Capital, нашему видеопродакшн отделу, вы увидите, в какой действительно атмосфере происходили переговоры, насколько интересовались руководство и власти, то есть они желают, чтобы, а, был Skyway внедрен, говорили уже о связках непосредственно самих деревень, говорили о том, что примерно, ну, я уж не буду врать тут по цифрам, но очень много автомобилей, фактически каждую, каждые 2 секунды едет какой-то автомобиль, если сравнить вообще пассажиропоток, который переносится, то есть не то, что там пробки, но очень большой трафик, именно, который не обогнать, и они действительно поняли, что технология Skyway им необходима, и мы уже предлагали непосредственно в логике блокчейн. Некоторые люди абсолютно знакомы с блокчейн, им понятно, и, друзья, в этой логике мы в 2018 году и будем двигаться, возможно, это первый проект, именно применение туристического направления в заснеженных регионах, и также уже оцифровка этого направления. И вот слева вы видите именно фуникулерную линию, она уже такая заброшенная, то есть минус то, что очень дорогая эксплуатация, очень дорогие ремонтные работы, и вообще в принципе как бы машины устаревшие, но, друзья, уже обсуждали, что строить там либо где-то со стороны, это уже все непосредственно при согласовании проекта, при согласовании дизайна будут решать в содействии зао-струнные технологии, либо все-таки уже расширяться и масштабироваться непосредственно уже в другие деревни, то есть как мы говорили об Индонезии, друзья, также можем сказать о Швейцарии, что вот таких проектов, как в Индонезии, допустим, это морской порт, сейчас мы постепенно перейдем, так и в Швейцарии построим оцифрованные туристические проекты, таких кластеров туристических, они просто будут расти, как грибы после дождя, и финансирование в них будет приходить гигантскими темпами именно со всего мира, в логике размещения, друзья, это основа той блокчейн-платформы, которую мы делаем, не в логике запуска IT-проектов, которые неизвестно, когда выпустят свой продукт, дорожная карта на год, а в логике конкретных этапов дорожной карты по размещениям, когда вы увидите именно страничку дорожной карты на нашей блокчейн-платформе, вы будете приятно удивлены, потому что действительно у меня глазом радовался, когда наш дизайнер воплотил то, что было у нас у всех в голове. И, друзья, параллельным процессом, если переходить, то вдумайтесь, что в Швейцарии примерно в одно и то же время параллельно более мощные, более глобальные процессы переговоров в Арабских Эмиратах, вы видите, Бурш-Халифу, самое высокое, наверное, самое дорогое здание недвижимости в арабском мире и вообще непосредственно в мире на высших ну, это не высшие, это же, это просто туристические, но на самые высшие происходят действительно переговоры на уровне королевской семьи, на уровне шейхов, и я могу сказать, что результат переговоров очень хороший. Детали имеем право как-то распространять и действительно говорить об этой информации, но был дан старт действительно направлению и дубликации адресных проектов в арабском мире. И, друзья, это уже заложено в дорожную карту, так скажем, развития Skyway Capital на 2018 год и ряд конференций, в том числе касаемых проектов адресных по арабскому миру, будет проведен возможно именно по арабскому миру, то есть будем позже проводить уже непосредственно начало на дистанции переговоры, потом, возможно, будут встречи, то есть это все сейчас в таком очень зачаточном состоянии, но, возможно, это также выйдет в логику размещения, но там уже такие будут очень серьезные размещения, надо потренироваться сначала на запуске платформы, потом, соответственно, на запуске направления туристического, даже вот, я могу сказать, стратегия настолько гибкая, то, что направление Sky Service, которое мы создали, визуализировали в голове, и Панатолий Эдуардович уже понимает, как это сделать, возможно, это будет отодвинуто на чуть-чуть позже, и только время растает на свои места, все, будут контейнеры сразу после запуска платформы, первым размещением, будет морской порт, либо будет сразу какие-то такие вот глобальные проекты в Арабских Эмиратах, либо будет в Швейцарии, но, друзья, вот параллельно, буквально после адресных проектов, Виктор уже без Анатолий Эдуардович сразу вылетел буквально срочно именно также вот участвовать в процессах выяснения обстоятельств непосредственно по инциденту, который произошел на Экотехнопарке, а Виктор отправился с Мадина Туль, с нашей боевой, действительно, такой храброй девушкой, низенького роста, я хочу отметить, но очень высокого полета именно визионерства и связей и результата работы, эффективности работы, друзья, вы видели интервью с Михаилом Кириченко, вот это действительно боевая девушка, настоящая Sky Girl, она выстраивает отношения, Виктор уже как дипломат приходит, общается, вот как вы видели фуникулер, будущий потенциальный адресный проект, так и видите, здесь возможно будущий самый, один из самых современных именно морских портов на основе технологии Sky, вы видите, действительно, вот эту вот полу такую заброшенную территорию, здесь я не знаю, не имею понятия, потому что это тоже такая информация, которая не разглашается, то есть, либо здесь идет стройка, уже готовится, может быть, уже какие-то работы предварительные производятся, то есть, никто этого не знает, друзья, но то, что действительно, как бы, мы видим прибрежную зону и действительно, как бы, что вот девушка, там, соответственно, будет уже расширена вся эта инфраструктура, и Виктор, действительно, как такой первопроходец, не первопроходец, но именно такой вот локомотив и ледокол в теплых странах действительно, как бы, прокладывает такой путь с Мадиной, с нашими партнерами, и вот, где щепки, где там ветки, поскольку таких мест я увижу в Таиланде, именно, вот, куда отправлюсь, буквально через несколько недель возьму все визитки, если кто-то, кстати, в Патонге будет отдыхать, то либо жить обязательно встретимся, готов встретиться, как обычно, в Индонезии, тоже там, на Бали, обязательно сделаю репортаж такой краткий, что выделим обязательно день и все обсудим, все разъясним, ответим на все вопросы, если по адресным проектам, друзья, с удовольствием, всегда, то есть, как говорится, на связи. Ну, вот, друзья, это вот тот действительно пласт работ, то есть, здесь буквально очень мало фотографий показано и это самый такой костяк, если говорить про тот процесс, который у нас происходит по блокчейн направлению, то мы действительно, как бы, модернизируем стратегию, у нас программное моделирование, за которым последует создание инженерного стенда, на котором мы уже будем экономику токена пробовать именно в виде сборных средств, которые каждый может приобрести в любом магазине и таким образом мы будем активистами, активистов по всему миру не искать, они уже выстраиваются потихоньку в очередь. Разработчики, так как главный технический константин уже дает информацию, то есть, тоже такой показатель, я могу сказать, потому что этого рода действительно люди очень такие специфичные, очень замкнутые и когда они дают публичную информацию, это говорит о том, что полностью уверены в том, что делают и, соответственно, дают информацию и жертвуют своей репутацией, говорят о том, что действительно в этом проекте целиком и полностью. И то, что мы увидим в той дорожной карте, которую мы еще до размещения будем создавать, это действительно, друзья, высокий уровень полета и я могу сказать, что тот, кто сейчас попытается, возможно, и более того, будет установлен специальные именно договоренности, я не буду говорить в какой мере, в каком процессе, но мы видели то, что сейчас параллельные фонды пытаются делать и, возможно, скамы появятся, я не удивлюсь, что появится transnet.space, допустим, сейчас сайт, где там заглушка transnet, spes появится, что человек зайдет и будут прокачивать, к примеру, в логике продвижения, человек зайдет, нажмет, зарегистрироваться в блокчейн, а он зарегистрируется и отдаст свои данные непонятно кому и инвестится. То есть, естественно, мы об этом, обо всем будем предупреждать. Естественно, мы будем ввести непосредственно уже информационные поля. В первую очередь это будет Twitter, такое вот живое информационное общение, это будет Telegram, и Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube, это уже такие второстепенные. Естественно, как бы все средства, которые используют крипты-сообщества, они абсолютно для нас понятны, и мы их будем использовать. Сейчас мы уже, так скажем, взобрались на вот этот трамплин. Я называю стратегию подготовки к размещению и вообще дорожную карту, всю, которую мы прописали. Именно действительно как бы мы взобрались на этот трамплин, нам хватило сил, ресурсов, не беря нисколько, ни цента без финансирования к этих на парк, то есть это рисковый венчурный проект непосредственно Сергея Анатольевича, меня и еще группа энтузиастов. Далее мы уже скажем, что, к примеру, вот кто понимает и готов инвестировать от 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч долларов, пожалуйста, присоединяйтесь, но, друзья, для них ценность будет максимальная. И далее уже логика трамплина. мы поедем действительно вот с такого трамплина и от многого будет зависеть. Взлететь-то мы взлетим в прыжок в этот дно, как мы приземлимся с фурором, с аплодисментами, либо переломав все конечности, все ноги. Это будет зависеть от того, каким образом будет происходить подготовка к размещению. Но что-то мне подсказывает, что тренируемся достаточно серьезно, разработчики достаточно серьезные. Кстати, вот тоже переговоры, когда были с Дэниелом с Блокхауза, он сказал, какая у вас команда разработчиков. Я говорю, ну, пример, то есть сейчас мы бьемся вообще над атомарными транзакциями, и чтобы об этом услышали все, друзья, потому что когда мы решим эту задачу, это сразу вообще повысит многократно рейтинг именно команды, которая занимается разработчикам созданием всей именно программной части блокчейн-платформы. И я сказал такой пример, вот тот аутсорс, которым пользуются, и говорят с банком, тоже я общался, они подогнали каких-то ребят, которые готовят размещение, кто-то там инвестировал в них уже миллион долларов, и мой стандартный вопрос, сколько у вас команда разработчиков, которая работает на полный рабочий день? говорят 30. Я говорю, 30 делают продукты, задачи, которые вы сейчас решаете, ну тогда я могу сказать, что наши трое, в будущем четверо-пятеро, будут как 10 ваши работать, действительно, друзья, это так происходит. Ребята работают на пределе сил, то есть мы договорились и сказали друг другу, что да, действительно, как бы перед новым годом, за 5 дней, там допустим, до 3 января, пусть все отдохнут, пусть все наберутся сил, пусть все подготовятся к самому прыжку, потому что действительно, я могу сказать, что снова замечаю такую ситуацию, когда наш главный технический лидер, просто смотришь в Телеграме, ну человек не спал, спал там час-два, это видно, он об этом не скажет, но это видно. И, друзья, когда мы сейчас перелопачиваем вот этот весь шквал информации, чтобы выдать вам, выдавать потом уже в простом таком значении, мы с Сергеем Анатольевичем тоже снова перестаем спать, потому что всегда вот это действительно шестеренки в мозгах крутятся, и мы действительно не то, что перестраиваемся на эту криптоэкономику, я по большей частью перестраиваюсь на криптоэкономику, но что бы мы делали без макроэкономического взгляда и без экономического взгляда, потому что вот этому всему криптосообществу нужно будет объяснять, что помимо продюсинга и создания блоков и заключения в них информации в виде хэша, существует еще и реальный мир, реальная экономика, и все-таки если вы хотите не просто как бы расчетным инструментом пользоваться, как сегодня является биткоин, даже не расчетный инструмент, больше транзитный инструмент, ну что, чтобы купить что-то, мне нужно войти в биткоин. Сейчас крайние новости, биткоин кэш, руководитель и топ-менеджер сайта bitcoin.com сказал, что он полностью как бы продает свои битки и входит биткоин кэш, буквально на фоне этого в крайние дни примерно на 11% было падение биткоина. Ну, друзья, вот эти ралли, они будут происходить всегда и это не тот, не та монета, которая действительно как бы сформирует будущее в синхронизации цифровой и реальной экономики. Да, действительно, как бы мы не утверждаем и не говорим, но желаем этого абсолютно полностью и мы будем над этим работать, чтобы обогнать те монеты, которые сейчас работают также над синхронизацией различных индустрий, но что я могу сказать точно, никто сейчас не работает над синхронизацией индустрии криптоэкономики и реальной экономики транспорта второго уровня, потому что это действительно ноу-хау и это будет такое единое начало, единый запуск как адресных проектов инженерной технологии, так и оцифрованной части этих адресных проектов. И действительно этот момент мы не имеем права упустить, поэтому друзья, работаем над чем работаем. Ну вот таким образом, если есть какие-то вопросы про блокчейн направления, спрашивать я могу вкратце ответить. если нет, то я передаю слово Сергею Анатольевичу. В этом году мы увидимся с вами уже только в виде поздравления, то есть естественно весь директорский состав сделает поздравления в своей манере, потому что у нас предстоит 2018 год, наверное, гиперсложный, но очень интересный, и я хотел бы закончить свое выступление даже не фразой «строй Skyway, спасай Россию» или «день для Skyway был прожит не зря». Это уже, наверное, час для Skyway был прожит не зря, можно говорить. Но тем, что вспомните, что говорили наши местные Нострадамусы в Ванге на одной из конференций, что 2016 год будет сложным, 2017 год будет еще более сложнее, 2018 год будет гиперсложным, но уже, соответственно, далее это изобилие, достаток, то есть все, про что мы говорим, и что-то мне подсказывает, что уже в 2018 году вот часть вот этого изобилия, достатка, ради которого многие участвуют в проекте, но вы не представляете себе даже, что конкретно из вас будет делать в этом проекте, потому что это лишь малая часть того, на самом деле, из-за чего мы участвуем в этом проекте, это глобальное строительство, это действительно изменение существующего технологического уклада человечества, мышления и экономической системы, не побоюсь этого слова, но теперь можно сказать строй Skyway, спасай планету, дай дорогу к миру транснету. Сергей Анатольевич, вам слово. Запуск, друзья, сайт январе, то есть это уже точно, это будет тизер сайта, мы его будем постоянно модифицировать, но тизер сайта на мировом уровне, я думаю, что вы оцените, и размещение, как мы и говорили, апрель-май ориентировочно, это уже публичный запуск размещения, на что мы покажем уже непосредственно за несколько месяцев размещения. Юридическое создание компании, я думаю, с января уже начнется. Сергей Анатольевич, слово. Благодарю, друзья. Алексей, спасибо, я думаю, что информации много, тут в конце опять одни и те же вопросы задаю, друзья, я тему по сертификации, по-моему, обозначил вначале и сейчас мы ее закрыли, эту тему, потому что еще раз повторю, друзья, вы можете относиться к этим словам как угодно, мои слова много делают, я всем говорю, это личное ваше дело, как к мне относятся, но поверьте мне, тема сертификации не стоит, забудьте этот вопрос, просто все, и почему вы должны его забыть, или он не стоит, вы в ближайшее время увидите, все, поэтому сегодня никаких проблем у Skyway с сертификацией нет, кстати, никогда и не было, потому что изначально это же проходит сквозь уши, люди не слышат, что сегодня весь и подвижной состав, и путевая структура, и система управления, все, что связано с Skyway, проектируется по самым жестким стандартам, поэтому для нее проблема сертификации не стоит, проблема сертификации, надо доказать, что сегодня требования к тем или иным вещам, ведь сертификаты, они выдаются там десятки направлений, и экология, и теплообмен, и безопасность столкновения, и безопасность при входе, даже ступеньки регламентируются, ширина с двери, это все, все весь вопрос, все на каждое, если поэтому, друзья, проблем у подвижного состава, это не может быть, потому что она заранее проектируется по самым жестким мировым требованиям, поэтому, соответственно, весь вопрос, это чисто технический экспертам показать, что все требования безопасности, которые есть у той или иной страны, или у того, или иного органа, который отвечает за сертификацию, соответствует их требованиям, и все, друзья, это абсолютно технический вопрос, мы говорили это изначально, и сейчас будем говорить, и дальше будем говорить, нет проблем с сертификацией, а то, что у нас теперь будут накапливаться целые ворохи этих сертификатов, друзья, ну что делать, будем их накапливать, это то, что касается, справа это шель стоит, нет, справа это Виктор Бабурин стоит, это не шейх, это зам генерального директора за устроенные технологии, но можно сказать, что шейх звучит гордо, поэтому, друзья, давайте все-таки у нас Новый год, и сейчас мы не будем, конечно, хлопать в ладоши и говорить, что все, что в 17-м году мы ставили перед собой, мы реализовали, я скажу по-другому, что в 17-м году друзья, мы реализовали намного больше, чем даже предполагали, вот, поэтому это зависит, идет от всех направлений, которые сегодня идут, много задают вопросов по началу строительства, по скоростной дороге, вот, я могу сказать, что здесь очень большое сейчас направление идет, и прямо буквально в начале следующего года вы увидите целый ряд событий, новостей, связанных именно со скоростным направлением, и это будет для нас, для всех очень важная такая веха и направление, поэтому с точки зрения удовлетворенности за этот год, как я уже говорил, что, друзья, конечно, на фоне очень серьезной и усталости, можно сказать, что хотелось бы больше, но, наверное, больше сделать невозможно было, я уже повторяю, это потому, что сегодня те результаты, которые есть, за каждое действие сегодня стоит огромная, огромная работа, поэтому, друзья, я с очень большой благодарностью, я здесь могу сказать, что я передаю и благодарность от генерального конструктора Дачи Юницкого и от всего руководства проекта Skyway и от нас, как от директоров капитала, именно Skyway капитала сообщества, которое занимается непосредственной работой с инвесторами и с партнерами, я могу сказать, что, друзья, мы с вами сделали за 17-й год колоссальнейшую работу, я вас всех за это очень серьезно благодарю, благодарю за то, что вы с нами, благодарю за то, что у всех есть и крепнет вера, потому что вы видите и здесь вера, друзья, не из-за того, что мы говорим, прошло то время, слава Богу, друзья, что прошло то время, когда верьте тому, что я говорил, сегодня мы уже говорим, друзья, верьте тому, что мы делаем, смотрите и оценивайте то, что мы сегодня делаем, И, соответственно, исходя из того, что те дела, которые сегодня идут, они свидетельствуют о том, что мы говорим. Что, друзья, те задачи, которые ставили, они реализуемы. Сегодня, когда наши партнеры видят, что конструкторское бюро в 400 человек, это уже мирового уровня, компания, которая постоянно развивается, а сегодня Юницкий говорит, что из-за того, что мы сегодня не идем в тех темпах финансирования, мы не можем себе позволить конструкторское бюро. Конструкторское бюро в 4000 человек, которые, по идее, под те задачи, которые сегодня должно решать. А Бабурин в своих интервью увидели, он сказал, что, друзья, а у нас в планах конструкторское бюро в 40000 человек. Это совсем другой этап. И когда мы говорим о том, что мы выйдем на новые этапы и на новые партнеры с точки зрения финансирования, конечно, мы будем решать другие задачи с точки зрения объема и с точки зрения задачи. Если сегодня мы подходим с десятками адресных проектов, то к следующий год, 2018 год, друзья, мы подойдем к сотням одновременно реализуемых проектов. И в этом плане, конечно, 2018 год для нас, опять же, как уже Алексей сказал, что мы все-таки сегодня взяли на себя и ответственность, и направление увязать и синхронизовать работу, что связано с инновационной транспортной технологией, с инновационной информационной и финансовой технологией. И следующий год у нас будет синергия, ровно, на технологии блокчейн, запуска своей криптоплатформы с запуском адресных проектов. Это, друзья, деление времени. И здесь мы готовы бы слушать очень большое количество скептиков, которые говорят, что это направление неинтересно. Мы, отработав три года, друзья, и вот уже сейчас, у меня 1 февраля 2018 года будет ровно 4 года, как мы начали проводить первые вебинары. За это время проведено уже, наверное, я посчитал там больше тысячи вебинаров и сотни конференций по всему миру. Поэтому, друзья, можно сказать, что тот скептиз, который был изначально, когда мы приезжали на конференции и говорили, друзья, поверьте нам, поверьте, мы сделаем то, что мы говорим, и мы соберем конструкторское бюро, мы построим демонстрационные образцы, мы выйдем на заказчиков, и мы будем строить адресные проекты. Друзья, 4 года к нам присоединились те, и я практически всех этих людей знаю в лицо, я с ними со всеми общаюсь за эти 4 года. Это те люди, которые поверили и пришли. Сегодня, как уже мы говорили, методика и другой подход, мы включаем, говорим, ребята, вот это мы уже сделали, вы можете относиться к этому как угодно. Вы можете говорить, что у нас ездят картонные юнибусы, анимированные юнибайки, но вот этот вот анимированный юнибус, который влетел на скорости в тяжелый погрузчик и сам уехал своим ходом, а погрузчик ремонту не подлежит, я могу сказать, что он может быть и картонный, он может быть и анимированный, но все-таки тяжелую машину он развалил, поэтому имеем право сказать, что это все-таки реальная машина. Это опять же, к слову, друзья, сказать, и все это создано, сделано, и дальше мы делаем, и сейчас могу сказать, что та команда, которая сегодня постоянно формируется, и вот Алексей упомянул на примере Юра Самортона, то есть это молодой парень, который еще год назад, кстати, очень интересно, что вначале к нам на первой конференции подключилась его мама, я с ней много общался, она до сих пор один из топ-экспертов, она такой активный наш партнер, и она говорит, а сын у меня не верит. В этот проект, и буквально чуть, наверное, больше года назад на конференции в Юрмале мы встретились с Юросом, он смотрел, он говорит, то есть я меняю свое мнение, подключился, и сегодня я могу сказать, что это один из активнейших, талантливейших людей, которые сегодня, вот этот проект в Швейцарии, который сегодня запускается, это благодаря его контактам, его связям, его партнерам мы сегодня это делаем, и он один из топ-менеджеров этого проекта, И это вот наглядный пример, когда человек год назад еще скептически относился к проекту, сейчас он уже является, ну там буквально в несколько месяцев он становится топ-экспертом в нашем компании, и сейчас он становится уже топ-менеджер конкретного проекта, ведет переговоры уже для того, чтобы там на сотни миллионов долларов проект в центре Швейцарии, в красивейших местах проводить. И как я их называю, эти наши джедаи SkyWay, они развиваются, делают, и у нас в каждом регионе сегодня появляются такие люди, такие надежные партнеры, наши друзья, и это тоже главный момент развития проекта. Вы видели, Виктор Бабурин также сегодня в Индонезии показывает тоже наш партнер, казалось бы, когда первый раз я увидел эту женщину, на первый взгляд не производящую никакого впечатления, никакого особого мнения о том, что она может сделать, казалось бы, невероятные вещи. А сегодня мы видим, что в первой адресной проекте начинаются уже конкретные работы, идет именно в Индонезии, именно благодаря команды, которую мы создали. Вот, друзья, те вопросы, те случаи, которые сегодня идут. И сейчас можно сказать, что самое главное всей нашей четырехлетней работы и итог 17-го года, это создание вот этой работоспособной команды, это сообщество SkyWay, которое сегодня верит в проект, которое поддерживает проект, и благодаря которому именно действием этого сообщества развивается проект. И Юницкий сегодня, его никак нельзя назвать инженером-одиночкой, это человек, который сегодня по всему миру всколыхнул и запустил работу, энергию, уже даже не десяток, не сотен тысяч людей. Наше сообщество уже сегодня превышает миллион людей. Есть активная когорта, есть сегодня люди, которые поддерживают своими инвестициями, а есть люди, которые сегодня просто следят за проектом и таким образом участвуют в нем. Поэтому, друзья, 18-й год, каждое наше действие, это, соответственно, привлечение новых партнеров, новых людей. И поэтому, друзья, я с нетерпением, действительно с нетерпением жду именно 7-го июля этот очистительный кофест, когда мы с вами встретимся. И там, я без преувеличения могу сказать, будет... Для этого звучал всегда 3,5, потом 5 километров максимальный пролет. Он говорит, с применением новых материалов, углеволокна, мы реально можем сейчас выйти на 7 километров. И то, что сегодня начинается строительство еще одной трассы в эко-технопарке, которая покажет возможности уже взаимодействия городской структуры всех остальных и байкой, там уже не будет таких теоретических даже возможностей столкновения, как сегодня между другими видами транспорта. Это тоже, друзья, демонстрация и декларация того, что мы сегодня делаем. А основная задача – это продекларировать, соответственно, показать. И здесь, друзья, можно четко говорить, что мы сегодня та команда, которую уже декларировать, дальше движемся. Сегодня союзников у нас очень много. И вот рядом с Алексеем на фотографии, это мэр как раз Сан-Бернадо, его такие слова, которые он говорит, друзья, вы нам рассказали столько, и мы увидели такие перспективы развития и нашего городка, и нашего кантона, что теперь мы просто перестаем дальше двигаться с вами. И у нас в ближайшее время уже будет визуализация и подготовка, потом уже бизнес-план проекта для того, чтобы уже представлять его партнером. Поэтому, друзья, это тоже такая серьезная работа. Поэтому, друзья, на 2018 год, как бы мы сейчас ни говорили, непростой и сложный год, друзья, нам есть с вами, нам есть к чему стремиться, есть что реализовать. И вне зависимости от внешних условий, конечно, они будут на нас влиять, друзья. Конечно, все, что будет колебать, мы отчасти от этого зависим. Но то, что сегодня мы делаем, то, что сегодня внешний фонд идет по развитию SkyWay, говорит о том, что 2018 год, друзья, это наш год. И мы, друзья, это стойно, потому что мы к этому шли, мы к этому. И сегодня, на какие бы внешние события ни происходили, политические потрясения в любой точке мира. А если вы будете строить SkyWay, у вас проблем будет меньше. Экономические проблемы в любой стране мира, которая сегодня будет. Мы можем сказать, что, друзья, будете заниматься SkyWay, у вас проблем будет меньше. Любые другие противоречия, которые сегодня возникают, мы можем сказать, друзья, будете SkyWay, у вас проблем будет меньше. И самое главное, друзья, это действительно так. А мы с вами можем сказать, что, а мы это делаем, у нас нисколько ничего не поменялось. И как с самого первого дня мы запустили вопрос, строй SkyWay, спасай планету. Это действительно призыв к действию и к решению всех проблем. За 4 года, друзья, ничего не поменялось. Поэтому я абсолютно могу сказать, вместо того, чтобы с Новым годом, годом, я не знаю, там, черепахи, собаки, там, не знаю, кого там, еще, так сказать, нам с этого мало волнует. Потому что для нас, друзья, 2018 год, так же, как и 2017 год, это год SkyWay, это год триумфа SkyWay. Поэтому, друзья, ничего другого, кроме строй SkyWay, спасай планету, вы от меня не услышите. И я рад, что 2018 год нам даст возможность дальше работать и дальше реализовывать то, что мы делаем. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Боевой листок у нас обязательно будет со всеми вставками более расширенный, вы его увидите, со всеми фотографиями. То есть это еще одна наша такая форма доведения информации. Вечером в 22 у нас с Алексеем Юни Sky вебинар такой же, скажем так, обобщающий для наших европейских партнеров. Мы нисколько не сегодня в том, что у нас по времени чуть мы больше, чем обычно, потому что, во-первых, два вебинара пропустили, во-вторых, это крайний вебинар в этом году. Ну и третье, друзья, что все-таки мне, во всяком случае, общение с партнерами, с друзьями всегда представляет очень большое удовольствие. Ну и думаю, что никакой лишней или пустой информации мы тоже сегодня для вас не донесли. Друзья, прощаемся с вами уже в личном таком общении до следующего года. Обращения в записи и с Новым годом, и поздравления будут, это традиционно, как всегда. Ну, а вся информация, конечно, все, что будет за это время подходить на наших каналах, на наших чатах, на наших информационных ресурсах, друзья, работа не будет прекращаться ни на час, ни на минуту, ни даже ни на секунду. Все, друзья, всего доброго, давайте, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok